на всяческими путями пыталась меня заманить в офис а я всяческими путями пытался этому сопротивляться всем привет с вами канал жизнь на курорте данное видео хочу посвятить вот такой актуальной теме как нас пытаются развести во всевозможных магазинах рынках фирмах офисах и так далее да кто занимается непосредственно продажей но я конечно имею ввиду не добросовестных продавцов подстегнула меня на такую вот идею снять это видео такая вот курьезная ситуация на первый взгляд а если копнуть поглубже не такая уж она курьезная и не такая уж она смешная да то есть это смех сквозь слезы вот значит мне звонит клиент говорит волоть так и так я вот хочу себе утеплить балкон говорит хочу это сделать дешево сердито ну как все конечно же мы любим вот ну к тому же чтобы это было еще очень красиво ну какие варианты горит можешь мне предложить как бы ну дай мне время подумать я еще покумекаю снял размеры подумаю посчитаю уже чтобы ну более-менее какую-то цифру тебе сказать она мне тут же слушай горитая вот где-то видела где-то слышала существуют вот такие вот панели они уже и как утеплитель идут и как декоративное покрытие есть горит такое я ну есть да видел сталкивался тема в принципе неплохая но есть одно но она довольно таки не бюджетная ну ладно давай я тоже подумаю ты еще там подумай что-то я тоже подумаю посмотрю может у кого-то что-то поспрашиваю может в интернете там что-нибудь для себя подберу возможно говорит подсобираю еще там денежку пускай чуть-чуть попозже но сделаю именно так чтобы было красиво и хорошо ну не вопрос ну как бы я начал интересоваться вот этими панельками проехался там по рынкам по офисам по компаниям которые занимаются непосредственно данной темой для себя как бы уже вычислил такую среднюю стоимость от 800 до 900 рублей за квадратный метр да вот это вот тема это без работы это вот именно материал и оглашаю говорю вот смотри средняя стоимость вот такая там чуть дешевле чуть дороже ну принцип вот цена средняя вот такая то есть рассчитывая что это будет стоить не дешевле 800 рублей за квадратный метр вот она ну хорошо я горит подумаю буквально там через два часа мне перезванивать ты знаешь говорит вот у меня к тебе такая просьба поехали съездим там в один офис я там какую-то компанию нашла где вот эти вот панели стоит 400 рублей халява ну бывает только в мышеловке ну почему бы что мы теряем ну вот съездить я просто хочу тебя попросить как профессионала что-то съездил именно со мной чтобы меня там не обманули чтобы меня там не наказали я-то уже прекрасно понимаю что здесь что-то не так что здесь уже идет какой-то развод ну так как мне жалко свое время и время клиента дай мне номер телефончика этой компании координаты да я уже сам попробую в этой теме разобраться где там собака порылась ну хорошо так значит так дает она мне номер телефона и тут начинается сама по себе сам по себе курьез ну вот значит звоню я на эту фирму для чистоты эксперимента представляюсь таким вот профаном вообще в этой теме вот говорю чем мне можно утеплить балкон как бы чтобы вы посоветовали тут же первый вопрос вам нужно пригласить себе замерщика в этом тоже есть своя суть чуть дальше поймете в чем вот вам нужно пригласить замерщика чтобы он посмотрел объем какой материал вам туда подойдет какая у вас там поверхность и так далее да в принципе ничего такого все логично хорошо продолжаем дальше я пытаюсь вывести ну скажите пожалуйста вот это вот стоимость это у вас как за квадратный метр идет но мне объясняют но это не за квадратный метр это скажем так за панель я говорю ну а как панель что ну панель почти квадратный метр вы для себя то есть конкретно сумму не говорите размеры не говорятся ничего то есть в принципе да у вас в понимании ну раз почти ну значит это ну 0809 до квадратного метра для нас почти хорошо продолжаем дальше разговор вот как бы уже на этом этапе уже на этом этапе вы можете приехать к ним в офис а им это и нужно чтобы вы приехали чтобы с вами был какой-то визуальный контакт и они дальше смогли с вами как говорится вас прибивать дальше да на на свой товар чтобы вы его приобрели вот а возможно еще и на какие-то дополнительные услуги и так далее так далее так далее да то есть вы для них потенциальная жертва следующий момент хорошо ладно я не ведусь как бы на эту тему я не еду в офис я продолжаю свою комедию я говорю слушайте ну вот могли бы вы мне рассчитать да вот сколько мне обойдется ну и как бы для простоты просчетов я выбираю объем 10 квадратных метров всем понятно да что на 10 намного легче умножить чем там на 73 или там на 128 то есть вы в голове очень быстренько это прокрутить не сможете поэтому я выбираю как бы циферку 10 и тут начинается такая вот запиночка да она там долго что-то считает что-то пытается вымудрить что-то там промудрить да и называет мне сумму называет мне сумму в 14 тысяч рублей я слушайте ну как-то 14 тысяч и 400 рублей за квадратный метр как бы ну как-то совсем ну не рядышком да ну это ж я вам сказала с клеем там с пеной с декоративными накладками и так далее да я ну ладно хорошо хорошо как бы ну лучше вам чтобы приехал конечно замерщик и опять же настаивать на приезде своего представителя или же можете прийти к нам в офис весь фикус-пикус чтобы вас звонить или к себе в офис или же прислать к вам на объект своего представителя и там уже когда возникает вот этот визуальный контакт когда вы начинаете уже общаться тогда можно сказать пол дела сделано вот опять же я не ведусь я не ведусь я стойки нет мне нужна конкретика у меня как бы я со временем немножко ограничен поэтому можете мне все-таки сказать сколько мне обойдутся эти панели вот чтоб я хоть какое-то представление в голове имел вот она мне пересчитывает и говорит значит панели без клея без всего-всего-всего вот просто сами панели вам обойдутся на ваш объем в девять тысяч триста пятьдесят рублей мира слушайте ну четыре тысячи да по идее ну то есть 10 квадратов умножить на 400 рублей как бы это получается четыре тысячи ну хорошо пускай будет пять с учетом того что там вы сказали как бы приблизительно она мне объясняет я это же я вам приблизительно сказала что в панели квадратный метр но вы-то в вашем понимании приблизительно это 09 или там 08 а тут получается что больше чем в половину разница да вот но вы уже или приехали в офис или собираетесь это сделать или же уже вызвали к себе замерщика чего и стоило добиваться да вот по отношению к вам как клиенту чтобы продолжать дальше вас разводить вот в итоге мы договорились до того что все-таки вывел я ее уже на конкретно задаю говорю хорошо вот из такого расчета там долго был разговор все это пересказывать не имеет смысла она всяческими путями пыталась меня заманить в офис а я всяческими путями пытался этому сопротивляться вот я вот все-таки добился до добился того что расскажите конкретно вот за мою панель которую вы мне считали сколько какой размеру этой панели она мне говорит ну метр на 0 45 и арестов подождите метр на 0 45 и сколько это получается квадратных метров ну там же метр я грусту подождите то есть она сопротивляется до последнего она прекрасно понимает что уже уже все уже дальше ели никуда ну смысла нету что ее вывели на чистую воду она говорит ну да получается 0 45 квадратных метров вот действительно что-то я сгорит ступила понимаете ну вы приезжайте к нам в офис мы в любом случае вам что-то подберем и все равно это будет дешевле чем у всех она даже на этом этапе продолжает меня приглашать себе в офис разумеется я бросил трубку перед этим пожелал ей вернуться в первый класс и поизучать 2 плюс 2 до что это 4 все-таки они 5 и не 7 вот ну и суть в этом всем какова да вы скажете в принципе а что здесь такого ну ну ошиблась девочка да или там наоборот там тупая сидит какая-то ну нет поверьте она далеко не тупая и далеко она не ошиблась далеко не ошиблась извините меня человек который сидит в офисе и который каждый день по тысячу раз отвечает на одни и те же вопросы часто задаваемые но таких ошибок себе позволить просто не может ну просто не может ну сами понимаете чудес то есть я это понимаю так что это заранее спланированный ход да с другой стороны да вы можете опять же сказать а что здесь криминального чем вас обманули объясняю чем вас обманули скажем так если вы профессионал вы вообще изначально даже на эту удочку не поведетесь а если вы далек от всей этой темы человек да вы доверитесь вот такой вот фирме вы приедете да или же вызовите к себе представителя да приедет приедет к вам представитель вы как человек как обычный трудяга работяга привыкши ценить чужое время чужой труд вы скажете ну раз он сюда уже приехал даже пускай он мне посчитал там ну на грубо говоря там на 10 рублей дороже ну бог с ним он уже приехал и мне время вот это вот суетиться куда-то бегать и так далее и тому подобное ну смысл с этого ну и плюс человек уже свое время тоже потратил это тоже его работа как бы и вы соглашаетесь на их условия это первый момент хорошо допустим ситуация что вы далеко не профан вы очень хорошо умеете считать свои деньги приехали к нему в офис и узнаете конечную стоимость своего товара вы как бы говорите ну что я могу вам сказать вы меня обманули да то есть вы становитесь перед фактом того что у вас просто-напросто хитростью затянули в этот офис и пытаются обмануть да как бы возможно вы повернетесь и уйдете но в большинстве случаев так как вы человек рациональный и вы цените свое время вы останетесь там и опять же закажите там почему потому что вы уже туда пришли вы потратили свое время вы потратили свои деньги чтобы туда добраться и так далее и так далее и так далее тем более они вам предложат скажут ой вы знаете ну да вот такая вот у нас недопонимание получилось ну мы готовы вам сделать там скидку к примеру там 15 процентов вы для себя как рациональный человек прикидываете средняя цена там допустим 820 рублей они вам делают по 800 соответственно вы опять же там остаетесь и вы заказываете у них мое личное мнение нужно бежать от таких товарищей от таких продавцов куда подальше объясню почему изначально изначально вас уже начали ваше сотрудничество началось с обмана то есть вас какой-то хитростью какими того такими вот обманными путями заманили к себе и предлагаю предлагают его купить ну хорошо если у вас все получилось вот скажите у вас на дальнейшем этапе будут доверия к такой фирме лично у меня нет где гарантия что на каком-то следующем этапе вашего сотрудничества вас просто-напросто не кинут или же очередной раз не станут обманывать то есть если на фирме политика построена на обмане и на хитрости то делать в моем понимании там вообще нечего я лучше обращусь и куплю на 10 рублей дороже но зато у того продавца который действительно честно популярно подробно без всяких вот этих 505 заездов с подъездов мне все расскажет и я лучше к нему обращусь по крайней мере там гарантий больше что я не останусь без своих денег или же мне засунут какую-нибудь ерунду на тебе боже что нам не боже вот как бы вот так вот я же говорю в принципе ничего криминального здесь нету ну я вам советую внимательно немножечко читайте чуть-чуть как бы по умнее подходите к выбору к этим вопросам сейчас тем более всего вот этого навалом куча куча отзывов о всевозможных фирмах у кого какие разводы у кого какие кидники не бросайтесь сразу за ценой не бросайте за ценой взвесьте все здраво всем прекрасно известно что скупой платит дважды а халява халява бывает только в мышеловке запомните это раз на всю жизнь халява бывает только в мышеловке ни один продавец не будет работать себе в убыток это касается и вот этих скидок 70 80 процентов все уже нормальные взрослые люди прекрасно понимают откуда они берутся и как это все это дело работает здесь ничем не отличается так что вот так надеюсь наше видео вам будет полезно и вы не будете попадаться в такие ситуации и хочется пожелать вам как можно меньше таких вот недобросовестных продавцов но пока всем пока а